После Курской битвы мы были под Курском в лесу, нас пополнили, обучение проходили и потом первый Украинский фронт пошел в наступление. Мы нас посадили на автомашины и довезли до города Глухого, а там мы высадились, сначала перед нами немцев не было, потом вдруг перед нами оказались немцы. Ну и мы пошли в наступление, как полагается, погнали немцев, освободили город Конотоп, потом Бахмач, за что нашей дивизии было присвоено звание Бахмачское, потом освободили город Нежин и дальше дошли до Коростеня. В Коростене очень мне запомнилась картина, мы вошли в Коростень, а там старенькая учительница с учениками встречала нас. И вдруг получили приказ срочно форсированным маршем на другой участок фронта. Мы сначала не знали, что случилось, а потом оказалось, когда немцы захватили обратно Житомир у наших отбили и пошли на Киев, а там воинских частей не оказалось. Они прямо поперли по шоссе Житомир-Киев. И мы 80 километров почти без отдыха шли туда на перерез с немцем. Вышли на шоссе Житомир-Киев в районе Коростышево и выставили пушки по обочинам шоссе. И немцы ехали, не встречая сопротивления, и они не знали, что там уже мы успели подойти. И там из орудий наших много покрушили немцев. И на машинах они ехали, на грузовых, и их командиры, офицеры ехали в легковых машинах. А потом подошли сильные части немецкие и начали нас оттеснять. И в одной из деревень, в одном из сел, там сел большие на Украине, я в это время был помощником начальника штаба полка по разведке. И я находился на наблюдательном пункте, у меня была связь со штабом, на чердаке какого-то сарая. И наблюдаю такую картину, что наши солдаты бегут в тыл, как бы отступают, и кричат «Ура!». Я начальнику штаба по телефону говорю, наши отступают и кричат «Ура!». А он смеется и говорит, ну и хорошо, хоть «Ура!» кричат. А оказалось, это власовцы были. И когда уж они совсем близко подбежали, наши пехотинцы, значит, я спустился вниз, встречать наших отступающих, и пехотинцы говорят «Власовцы!». Ну и я вместе с пехотой отходил. А дальше, на другом участке, немцы пытались нас окружить. И они пересекли ту дорогу, по которой мы вышли на шоссе. Вот начальник штаба очень был хороший майор Седых. Он организовал две группы автоматчиков, одной я командовал по одной стороне дороги, а другой там командир дивизиона один командовал. Мы охраняли наши орудия, которые отступали. Вот. И вдруг мы подходим к реке Тетерев на опушке леса. Уже немцы. Залили редкие ряды, правда. Залили оборону в сторону реки Тетерев. Вот. Я начальнику штаба говорю, давай ударим по ним и прорвемся. Он говорит, не стоит шум поднимать. Сейчас посмотрим, есть где-то участок, где немцев нет еще. Ну, действительно, влево там полкилометра, или даже меньше немцев не было. И мы в том месте вышли из леса, перешли к реке Тетерев. И вот не помню, как же мы пушки переправляли, на чем. Не помню. А сами мы, вот эти две группы автоматчиков и штаб полка, переходили реку Тетерев вброд. Это было 18 ноября. И мы переходили реку в полной одежде. По грудь в воде. Вот так. Вода холодная была, ледяная. А оттуда, на бугре, около города Радомыши, наши думали, что это немцы наступают. И сначала было несколько выстрелов оттуда, в опушке леса. Ну, из наших никто не пострадал. Начальник штаба первый выбежал, снял фуражку, побежал навстречу в сторону города Радомыши и стал махать фуражкой. И оттуда вышли двое навстречу. Вот. Потом разобрались. Ну, узнали, что это свои отступают. И вот в этом городе Радомыши мы задержались ненадолго и получили там приказ перейти на Первый Белорусский фронт. И вот мы из этого Радомышля пешком через город Чернигов, Лоев, вышли в Белоруссию. И наш полк разместился в городе Речица Гомельской области Белорусской республики. Там мы... Это был конец декабря. Там мы встречали Новый 44-й год. Я помню, получил пригласительный билет, красиво написанный, красивым почерком из штаба. Приглашали на встречу Нового года. Там от переднего края обороны что-то было несколько километров, и мы... Получилось, что мы в тылу в это время оказались. Встретили Новый год, а 7 января мы перешли в наступление. прорвали очень сильно укрепленную оборону немцев в районе станции Холодники и деревня Холодники. Там были жестокие бои.